Всем привет! Мы сегодня конкретно утеплились на улице 4 градуса, ночью было еще меньше. И мы ведем Кирюшу записываться в садик. Да, мы сейчас будем записывать Кирюшу в садик. Сначала решила брать его вещи, там резиновые сапоги, эти штаны, потом подумала, все равно мы не будем сегодня там весь день, и решила это с собой не тащить. На завтра мы записались на термин к врачу, возьмем справку. А сегодня пойдем просто посмотрим, поговорим с заведующей, с воспитательницей, познакомимся, узнаем, что нам нужно. Идти нам туда пешком 17 минут, или можно 10 минут подойти до остановки и там проехаться, потом еще 3 минуты идти. Короче, пешком все равно проще, поэтому пошли. Мы дошли, вот это наш садик. Идем искать вход в садик. Походу он там внутри, может быть, и не это наш садик. Кирюня, кто в садик идет? Я. Идем. А может быть и он. Нет, скорее всего, вот он садик. Да. Вот он садик. Вот садик. Детки играются. Так, уже вечер. В садике снимать нельзя. Ну, потому что, как бы, там присутствуют дети, и в Германии такой закон, что детей без присутствия и без согласия родителей снимать нельзя. Поэтому расскажу сейчас свои впечатления. Значит, мы зашли, нас встретила заведующая. Заведующая говорит, кроме немецкого, на английском. Также она пригласила воспитателя, который разговаривает по-русски, чтобы он мог нам облегчить понимание, в общем. У нас в группе один воспитатель на полный рабочий день, один воспитатель, значит, на неполный рабочий день. И сейчас еще ассистентка, которая проходит практику, она тоже полный рабочий день. То есть три человека на 17 детей. То есть в нашей группе 17 детей. Вот. В нашей группе детки от трех лет. Это считается, как бы, не самая младшая, не самая старшая группа, а средняя группа. И, значит, Кириллу, Кирилла можно приводить с 7.30 до 9.00. Утро они принимают ребенка. В 12.30 я должна его забрать на обед до 2.00 часов. И потом еще с 2.00 до 4.00 он в садике. Обед нам не положен, потому как я не работаю. И, следовательно, могу кормить его дома. Хотя мы были согласны оплачивать еду. Но так не положено. Вот. Значит, что еще? В садике очень тепло. Просторные группы. Много, очень много не игрушек, а именно как игровых отделов, отсеков, наверное, так. Вот. Завтрак нужно приносить с собой. Значит, сладкое нельзя, йогурты нельзя. Всякие нутеллы, намазки, какао нельзя. Обычно это овощи, фрукты, какое-то хлебобулочное изделие и сыр-колбаса. Вот. Что-то такое. Можно арахисовую пасту, можно прийти. Но, в общем, что-то здоровое, питание, но только не сладкое. Йогурты тоже нельзя, потому что в холодильник одет. Ну, как бы, если скиснет, им такие проблемы не нужны. У них есть мюсли, у них есть молоко, водичка. Собой ребенку можно дать тоже воду или компот, ну, что-то такое, чаек, чтобы пить. Их не принуждают кушать. Когда захотел ребенок, тогда и покушал. Захотел два раза покушать, он покушает два раза. Три, значит, три раза. Вот. Детей. Там дали список, я потом покажу. Дома сниму видео, что нужно с собой принести, какие документы мы заполняли. Это отдельное с ними. Они гуляют на улице, у них отличная площадка, много там всяких развлекаловок. А у меня выходы еще один, а потом я иду в садик, да? Да, потом ты идешь в садик с понедельника. Кто стоит? Я зря прощаю, у тебя боль. Это кто стоит? Стою? Ну, я правда считал тебя другом. Бум! И мне искренне жаль, что я все разрушу. Да. Да.